Добрый вечер! 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 макшимости, что в дальнейшем створая им проблемы. В частном случае, опять-таки, как санкции, так и возможности изъятия земельного участка. На больницах шквалистое измазнение ветру порывами до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в ночи складе до 21, в день до 33 градусов. Протягиваем выпуск. У Гомеле раскрыли секреты створения счастливых семейных относинов. Майстер-класс на эту тему пройшел в областном центре в Першиню. Его провели супрацовники отдела ЗАГС администрации Центрального района. Подробности в сюжете Ганны Ковалевой. Информацию про то, что в отделе ЗАГС администрации Центрального района Гомеля отбудется урок счастья, организаторы разместили в социальных сетках. Жидающих принять удел оказалось около 30 человек. С родных, как будущие супруги, которые подали уже заяву у ЗАГС, так и одинокие молодые люди. Своим опытом и ведомым с ними делилась семейный психолог Оксана Снапок. Своим вучным специалист распавела, как найти свое кахание, разобраться у тем, какие роли должны выполнить мужчина и женщина, и как наполнить односины помеж ими гармонией. Тема очень важная, потому что в последнее время очень много девушек и мужчин стали обращаться по поводу создания именно счастливых отношений. И знание психологии, знание каких-то маленьких секретов и нюансов позволяет отношения между мужчиной и женщиной улучшить и быть счастливыми в браке. Дальше этот год нашлюбы, пока не особо урожайные. Супрационники ЗАГСа связываются это с тем, что он высокосный и для заключения шлюбов по некоторых поверьях несправильный. Для поравнания в центральном отделе ЗАГС Гомеля в минулом году за первые по годе свои односины оформили 408 пар. Все лета же на сотню меньше. А вот сколько из разводов на два рода поверечивался омалю два разы. Я вижу, как приходят пары, как они общаются. Иногда даже подвая заявление у меня в кабинете, они выясняют отношения, не могут договориться между собой, о времени регистрации, еще что-то. Ну, то есть я просто смотрела, как люди между собой общаются. Ну, и пришла такая идея сделать такое мероприятие. Специалисты центрального отдела ЗАГС подяются, что подобные мастер-классы допомогут хоть крыху изменить лишь бы статистики, заховать колькость счастливых пар и что остальные установы такого же профилю подхобят добру инициативу. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерэду, компания «Гомель». Сегодня во всех храмах и монастыских святынях русской православной церквы прошла акция «Слава тебе Божа». И она промеркована до дня хрещения Руси. Гомельская и Туровская епархии так само не застались в Баку. За ходом акции назирали наши корреспонденты. Ровно о пауднии почался святошный благовест. Перозвон промеркованный до дня памяти святого ровноапостольного князя Владимира. По всех приходах и монастырах Гомельшины прокатилась хваля урочистого перозвона. Гучным звоном из всех церквей обвешанный день хрещения Руси. Уже в сём раз гомельшане мают махчимость почуть наближение перосовной звонницы кожной в своем районе. Вот и зараз на протягу 15 хвилин звонар разносил по Гомеле заклик «Слава тебе Божа». Этот звон как раз и ознаменовал именно то самое торжество, которое мы сегодня с вами празднуем. По благословению нашего правящего епископа, епископа Гомельского Жлобинского Стефана, в городе Гомеле была проведена передвижная звонница. У нас есть в епархии такой необычный атрибут. И передвижная звонница двигалась по нашему Гомелю, по основным улицам города. Опять же, вот с этим торжественным колокольным звоном, который напоминал нам о радости принятия христианства. У першыню святых решений Руси хваля перозвону у храмах усих епархий русской церквы была организована 4 годы тому. До фестиваля перозвону долучились больше за 100 городов из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Сутность акции – уединение православных христиан из разных краин в молитве до Господа. Хрешение Руси отбылось в 1988 году. Это ключевая историчная падея, связанная с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира великим. Церковь – святым ровноапостольным. Народ дал ему имя Владимир Червонная Сонийка. Святкование дня святого ровноапостольного Владимира было установлено Александром Невским. После закончения боской литургии у храма Гомельской и Туровской епархий проходит урочистое на боженстве об нашей Айчине, освеченное святлом истины Христовой. Если кто-то вспомнит это событие, вот вы видите, написано день крещения Руси, вспомнит, что это нам несло, и рука чья-то поднимется лишний раз перекреститься, поверьте, что и ангелы будут радоваться на небесе, и Христос, конечно, совсем по-другому немножечко будет смотреть на нас, потому что это будет шаг навстречу ему. У Музея истории города Гомеля презентовали выставочный проект под названием «Миллефьоры». Свои работы у пригоживания с бисеру представила гомельчанка Лилия Сацевич. На открытии выставы побывала Ганна Корольчук. Знайомство с талиновитыми же храмами нашего города и их творчостью уже стало доброй традицией. Выстава у пригоживания с бисеру «Миллефьоры» – это черговый проект у рамках акции «Гомель. Знайомы и незнайомы», организованный Музеем истории города. Головной метой акции является презентация новых городских славутостей, именов и их истории. Проект «Гомель. Знакомы и незнакомы» – Музей истории города Гомеля запустил в 2015 году. В рамках этого проекта мы знакомим наших гомельчан с творчеством людей, с жизнью значимых личностей, которые внесли значительный вклад в развитие города Гомеля и до сих пор носят, благотворяя свое творчество, благотворяя своей деятельности, культурной, научной, самой разносторонней. Лилия Сацевич – выпускница Гомельского державного колледжа «Мостатство». Усё её житё за усёды было связано с творчеством. И она кировала танцевальным коллективом, працевала артисткой балета и цирка. Рукоделем майстер займается с раннего дятинства. И шесть годов тому я её целиком захопила без сироплятенья. Идеи возникают просто из ниоткуда. Они возникают всегда. Иногда что-то увидишь, какой-то, я не знаю, цветочек, листочек. Иногда просто увидишь какую-то одежду на человека. Ты понимаешь, что вот сюда надо именно такое украшение. Иногда ночью просыпаешься, что-то приснилось. Начинаешь рисовать, зарисовывать, чтобы потом утром это всё повторить. Идей очень много, а не везде. При створении коллекции выкарастовывались такие техники, як цагляное, мозаичное и спиральное плетение. Работы с натуральными камнями, с курой и с утажем. Назва выставы выбрана не выпадково. «Меллифьёры» у пероклада из итальянского означает «тысяча кветок». Это адлюстровывает не только разностайность сюжетов и колеровых решений у работ, а и отсылает нас до техники вырубы шкла «Меллифьёры», открытой в 15-м стагодзе у Италии. Неаполитанская песня допомогла гостям выставы поглыбиться в отповедную атмосферу. Телерадио-компания «Обстар» Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Голи». На этом выпуск завершены. У студии працывала Наталья Игнатенко. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова